Так, понеслась. Шахматный камбэк. Не ходит. Ладно, нажимаем на паузу. Да, в очередной раз мы... О, господи. Что за французы? Ну ладно. 2.336 человек, интересно. Как он... G6 пойдёт, как ты думаешь? Нет. Не, ну всё, надо сдаться. Ничего, ну... Кстати, есть интересная идея F3. F3, 2,0. Он, короче, 8, ладей F8 успеет пойти. Ну и что ты предлагаешь? Надо расковыривать надо. Заранее. Не в пешке уже игра. Согласен. Ну хотя бы что-то вскрыли. Линия, линия наша, ребята. Это наш шанс. Так, теперь. Ну вот это как в этом гамбите против французской. Играю только мы вместо пешки... Можно с качеством сдать. То есть? Пойти слона 3. Слон 3 с идеей победить на D5. Пойдём так, и на конце 3 пойдём ферржить 4. Так, а в чём... Полный бред. Видите, до чего камбэки доводят людей вообще. Ну а как играть ему? Ну а как играть ему? Да как бы модно. Ну поднапрягли на самом деле. Ну да. Важно там на какой-то оборонительный ход не взять слоном. Нельзя менять чернопольника. Так в этом и смысл было. То есть там ещё и ферзей, конечно, ферзей, конечно, менялись. Ну и чернопольник тоже. Ну надо брать. Надо брать, что делать. Ну конечно надо. Напали нам, ну не на мат, но... Так. Ну шарф приходится давать мне. Ну да, шарф и брать на АЦ3. Ну да, ферзей в 2. Ну а как? Проблема в том, что ферзей в 2 будет мат грозить. Даже, а не шарф. Не, просто я, видимо, должен давать шарф, потому что таких ходов нет. А тут надо придумать какой-то фокус. Понятно, что объективно проигран. Ферзей в 4, ой, ферзей в 5. Жаль, что нельзя локировать, конечно. Почему? Ну потому что через бит... А, ты... Может, конь Аш5 сейчас? Конь Аш5, ферзей в 2 мат. Какой мат? Ферзей... Все, все. Лучше играть и камбэки вы. Я считаю, сон сет 3, ферзей в 2 шах, король дронит. По-моему, это... Это лучший момент. Камбэка за все время. Тогда почему вообще заморачиваюсь? Ну, я не знаю. А, конь Аш5? Ну, конь Аш5, ферзей в 6, видимо. Ферзя выловили. Что задумано там? На... Взять на... На и-4 нельзя, да? Поверь, собраться, но тут... Ладьяш 8, ферзей в 4, как-то, ну... Не то, ну... У нас минута времени. А, это вот что еще. Я считал, ферзей в 5... Как король ушел, солнце 3, ферзей в 2, и потом оно у меня одно слоилось на другое. Тяжелый случай. Нужно срочно 3-0. Ну, только... Саня, на и-5 не пустить, а потом можно. Ну, что, две пешки за фигуру? Может еще побоимся? У нас мало времени, вот это смущает больше. Мы выиграем по времени. Я тоже так думаю, если честно. Ну, вот хочет менять ферзей. Почему не на д... На д-5, наверное. Да, и прицепиться к пешке б-7. Так, хорош, надо рокировать, чтобы нам мат не дали. Да, слады, конечно, страшные. Вот, я боюсь хода е-5... Ой, е-4. Е-4 это... Я не боюсь. Размен чернопол в наш полуси. Ну, к тому же, пешка на б-70. Не, ну, обойнуться можно. Я думаю, что... Кстати, да, смотри, нет хода е-4, потому что... Побили-побили, конь аж-5. Никто не понял опять, что я сказал, да? Ну, ладно. А, это у Никиты связь. Да, Артем, ты здесь? Да. У Никиты немного связь вылетел. Ты видел, да? Ну, это бывает. Да, нажмем мы на паузу. Нет, даже не будем нажимать. Алло? Алло. Ты живой? Ты живой? Да, у Никиты мало времени очень. Но мы покомментируем, пожалуй, партию. Да, побить и можно взять на е-4. С шахом же можно было взять на е-4. Нет, нет, нет. Вот сейчас можно только взять. По-моему, на линию аж сходить нельзя. Это победа? Так. По-моему, это победа. Ну, всё к этому идёт. Ну, дремя-то фигурами заматывает. Ну, вот, повёл ферзя на 6. Не так. Так он латьёт, даёт, но... Хотя... Ну, да-да-да, такая тактика. Выиграли ферзя и всё, сейчас заматывает. Ну, он будет флаг рубить, конечно. Безнадежная позиция. Но это никому не интересно. Ферзь H5 грозит. Ферзь H5 мат. Браво. Спасибо, ребята.